Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Все лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдете эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. Воровского, 43. «Особое мнение» на 101FM. А вы переехали на солнечную как раз-таки сторону. Почувствовали? Я думаю, что это связано как-то с переездом. То есть мы переехали, и вышло солнышко. Но вот у нас с переездом труднее. У нас все-таки студия, тут оборудование. Так просто не получится. Ладно, будем находиться здесь. Итак, сообщу, напомню нашим слушателям о том, что есть на нашем сайте хакирова.ру не только аудио, но и видеотрансляции нашего эфира. Можете зайти и посмотреть на нас. Также все особые мнения в понедельник, во вторник, в среду и четверг анонсируются на нашем сайте. Вы можете зайти и точно так же задать вопрос нашему гостю. Ну и к, собственно, вопросам-то я и перехожу. Буквально несколько дней назад или нет, неделю-полторы, да, состоялась твоя поездка в Грузию. Но это была деловая все-таки. Я вернулся позапрошлой неделе, вернулся в четверг. Да, это деловая поездка, там была встреча. Не до отдыха был, да. Ну, я успел один день еще все-таки скатался там в город Гори. Это родина Иосифа Джугашвили. Да, Иосифа Виссарионовича. Ну, не с той целью там паломнической, чтобы там побывать именно на этом месте. Мне хотелось какой-то кусочек Грузии вблизи Тбилиси посмотреть. Там есть еще чудесный старинный город Уплисцихе. Это город, который как каменный пещерный город был основан еще в X веке до нашей эры. Потом был местом, монастырем уже после Рождества Христова, да. И, в общем-то, таким является одним из самых старинных городов планеты. Поэтому было интересно. Ну, собственно, о своей поездке ты уже отчитался и в газете «Бизнес-новости». На сайте на вашем появились твои посты, рассказы. Что меня заинтересовало? Действительно, посмотреть изнутри, да, как живут наши бывшие соседи по Советскому Союзу. Опять же, вопрос встает о нашем недоверии к нашим соседям. Вот почему мы так их воспринимаем? Почему кругом враги считают? Ты не поверишь, моя поездка, я не придавал ей такого же большого значения. Но изначально началось с того, что мои приготовления, когда люди узнавали, говорили несколько человек, мне сказали, а ты не боишься? Я улыбнулся. Я примерно представляю, что происходит в Грузии. Я читаю все-таки иностранную прессу, смотрю в интернете. То есть, интересуясь жизнью не только грузин, да, вообще наших соседей, что происходит в Азербайджане, в Армении, в сопредельных государствах, в Украине, в Белоруссии. Вот. Потом так совпало, что одновременно у нас журналист ездил на неделю в пресс-тур по Белоруссии и была присутствована на той знаменитой пресс-конференции с Александром Григорьевичем Лукашенко, да, который предлагал. А давайте мы заберем у вас Калининградскую область и сделаем из нее роскошный сад, да, потому что вся земля в Белоруссии распахана и на самом деле используется. И в этом плане там хозяйствование, оно очевидно очень такое прогрессивное. Вот. И после моей поездки, вот, мы просто собирались с друзьями в эти выходные, и как-то так, они все в один голос, а как там? И оказывается, действительно, мы очень мало знаем о своих соседях. Это и наша вина отчасти. Мы могли бы, то есть, там есть русскоязычные сайты, можно смотреть, отслеживать новости. Но когда повестка дня центрального телевидения не нацелена никоим образом на то, как развиваются наши страны, даже страны таможенного союза, то есть страны, с которыми у нас нет границ. Ну, мы знаем, что таможенный союз, но не понимаем, в чем суть. Нет, ну, суть в том, что ты можешь ехать без виза в любую страну, у тебя не проверяют, собственно говоря, там, что ты везешь, какие товары. Точно так же производители могут беспошлино торговать с Казахстаном и Белоруссией, да, не платя никаких таможенных сборов. То есть это удобно, это удобно, и, в принципе, если бы, там, мы чуть-чуть, может быть, я не знаю, я не хочу давать светов, там, каких-то федеральных властей, потому что сверху всегда, там, по-другому это выглядит, чем снизу, да, но мне бы очень хотелось, чтобы постепенно присоединялись по доброй воле к нам и другие государства, то есть чтобы таможенный союз, он приобретал такую значимость и вес. Пока происходит, к сожалению, обратно. Вот сейчас с Арменией ведутся, да, переговоры? Да, с Арменией ведутся переговоры, но происходит обратное, то, что я вижу, это то, что Казахстан наращивает объемы торговли с Китаем, им интереснее торговать с Китаем, уже там товарооборот гораздо больше, чем с Россией, они поставляют туда и собираются поставлять нефть, уже заключили контракты на этот счет. Вот, и Россия, это как-то вот получается на отшибе, да, интересов Казахстана. Потом есть Украина, которая стремится войти в Евросоюз и сейчас ждут отмашки. Да, страна, с которой нас связывает, ну, там, тысячелетняя... Ну, Киевскую Русь вспомнить, хотя бы. Тысячелетняя история, да, она вдруг станет частью Европы, Евросоюза, да, а мы, там, будем центром таможенного союза. Это будет более чем странно. Беларусь не определилась, но все равно. Там есть, как бы, батька Лукашенко, ведь, если помнишь, не поддержал независимость государств Абхазии и Южной Осетии всего каких-то причин, как он объясняет, ну, как объясняется, что это произошло из-за того, что нет, что и побоялся санкций Европы, экономических санкций. То есть Беларусь, она тоже не такой уж безоговорочный союзник России. И это очень плохо. Но постепенно, за счет какой-то внешней своей политики, да, не очень осторожной, иногда там, топорной, мне кажется, ну, не привлекаем другие сопредельные государства, их разгоняем. А то, что я говорю, это то, что по телевизору невозможно узнать. В газетах невозможно прочитать о том, что происходит у наших ближайших соседей. И максимум, что мы можем знать, это как идут дела у компании «Газпром», у компании «Роснефть» по торговле нефтью, газопродуктами, да, с определенными государствами. Может быть, там, обмен какими-то товарами народного потребления, может быть, даже автомобилями, но не более того, да. То есть мы смотрим именно через призму госкорпораций. А как там живут люди? Что они думают о России? Ведь путешествуем мы в Турцию, Египет, Таиланд и так далее. Мало кто путешествует в Среднюю, в Центральную Азию, на Южный Кавказ сейчас, слава богу, стали ездить больше и в Армению, и даже в Грузию некоторые умудряются. Но, тем не менее, этот поток еще крайне слаб. Ну, в Турции и Египте многие наши туристы, они за пределы отеля зачастую не выходят. Да, то есть это такой курортный туризм, пляжный туризм, да. То есть даже о Турции мы немного знаем, потому что за пределы отеля не выходим. Хотя я тоже побывал в Стамбуле, и, как оказалось, эта страна там развивается бешенными темпами за счет близости к Европе, за счет желания войти в Евросоюз. Их не пустят никогда, но они по уровню жизни, по уровню развития там промышленности, экономики очень хорошо поднялись. И какие-то свои стандарты жизненные, да, замеряют по Европе. И все-таки вот в основе этого нашего непонимания, что происходит в этих соседних с нами государствах, незнания, боязни, что лежит, какие мотивы политические, экономические, кем это насаждается? Насаждается. Нет такой повестки. Нет такой повестки сверху, да. Нет. Для меня очень многое объяснила книжка. Есть такая чудная книжка. Валерий Панюшкин, известный журналист, ее написал. Он работал раньше в газете «Коммерсант», потом стал колонистом в ведомостях. «Газпром. Новое русское оружие». Он написал в соавторстве. И в этой книжке объяснялось... Вот для меня многое прояснилось, как выстраивается информационная политика нашего государства наверху, да. Все как раз взаимодействие там с сопредельными республиками, с Европой. Все сюжеты, большая часть сюжетов, которые мы видим, они так или иначе связаны, как-то привязаны с интересами Газпрома. Это действительно такой очень сильный аргумент, экономический аргумент. Сейчас войны ведутся уже не баллистическими ракетами, а экономикой, в том числе газовой трубой. У нас прекрасные отношения с Германией. Именно в силу того, что мы поставляем туда газ, бесперебойно, все хорошо. Планируем там северный поток. Бизнес, ничего личного. И в результате наша картинка мира суживается к интересам вот этой корпорации. Это делается осознанно ли, неосознанно ли. Но, к сожалению, это так. И когда я был в Германии, я за один день... Так получилось, там был день Китая в Германии. Один день. На центральном телевидении. С утра до вечера. А у меня как-то день выдался свободный. Я включил телевизор, не смог оторваться. Потому что с утра до вечера, по-немецки, естественно, показали сначала предпринимателя немецкого, который приехал в Китай, начал там делать бизнес. Обувь, обувной бизнес перенес туда. Потом показали китайскую семью, которая выросла в провинции. Поехали в один из центральных городов, уже могу ошибиться. Начали жить там в маленькой комнатушечке, там 2 на 3 метра вдвоем. Муж и жена, дети остались со стариками в нищей деревне. Они каждый день работают, зарабатывают, покупают подарочек. Отправляют этот подарочек. Потом журналисты едут, смотрят, как этот подарок принимают в семье, в западном Китае, в бедном. И вот этого мне как раз не хватает у нас. Познавательно просто посмотреть, как развивается. Потому что представление очень ложное, на мой взгляд. А какой-то телеканал был? Или ОРД или СДФ, у них два телеканала, которые государственные, общественные. В общем, достаточно весомый такой телеканал. Да, да, да. И вот целый день идут истории о людях. И ты понимаешь, что вот в России я этой картинки не получаю вообще. Не о сопредельных государствах, не о Китае. Видимо, есть какое-то условное табу на то, чтобы показывать действительно, как реально развивается. Но я не буду, не берусь утверждать. Может быть, просто нам ценнее, интереснее развлекательные шоу-программы. Может быть, интереснее какие-то боевики. Мне нет. Мне тоже нет. Поэтому я крайне редко включаю телевизор. Немаловажный вопрос. Как отношение все-таки к нашей стране в Грузии? Коль уж ты там побывал, и что говорят? Там два, опять же, мнения. С людьми, с которыми... Во-первых, отношения очень хорошие. То есть тебя в любом случае, принимая, не смотрят, что ты из России, которая... Это такое кавказское радушие, гостеприимство, наверное, да? И оно по-прежнему живо. Оно по-прежнему живо. Понятно, что там рыночная экономика, да, и все измеряется в деньгах. Но есть вещи, которые не измеряются в деньгах. Скажем, я приехал, прилетел ночью, и там человек, который меня встречал, он провез меня просто с маленькой экскурсией в 4 часа ночи по городу, показал вот здесь у нас с гордостью, да, провез, угостил хлебом, налил бокал вина там домашнего. Это очень здорово. Это не те вещи, за которые надо платить. Но после этого мне хочется туда ехать, мне хочется ехать и остановиться именно у него. И в то же время там жили в том же отеле немцы, которые объехали на велосипедах, 50-летние немцы объехали на велосипедах всю Грузию по дорогам, по этим вот горным. Дороги, кстати, очень хорошего качества у них построены. Вот. И они относятся к нам, ну, как, я не знаю, как к старому доброму другу. Соседу. Соседу. Сорайтнику. Они не видят перспектив абсолютно там взаимоотношений с США. И во многом, вот у меня было ошибочное представление. Я думал, что все эти нововведения, там, армия обутая, там, новые институты, у полиции, кстати, все здания выполнены стеклянные. Знаешь, это стекло-бетон, прозрачные. Вот все полицейские участки такие, как бы, чтобы было видно, что никто не берет взяток. Ну, вот такой бзик был, да. Потом дороги выстроены, памятники, вот эти, те, что я видел, они все восстановлены, они все в хорошем качестве, можно ехать, смотреть, там, туристы, китайцы, и кого только нет. Вот, и все это сделано на деньги, на самом деле, не США, а миллиардера российского в прошлом, сейчас премьер-министр Грузии, Бедзина Иванишвили, да, который свои деньги вкладывал в свою собственную страну. И поэтому грузины-то говорят, что нам с этой Америки? Вот Россия, наши, как бы, соседи, мы хотим с ними жить вместе, в дружбе, не воевать никогда. И поэтому Саакашвили и его партия больше уже власти не получат в ближайшие десятилетия точно. Но мне понравилось, как премьер-министр обошелся со своими соседями, да, бывшими, по деревне, где он родился, да, что он только там для них не купил, не приобрел, и бытовую технику, и так далее. Да, 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 там просто коммунизм, да, бесплатная страховка, бытовая техника, новые крыши на всех домах, то есть там производство крыш, и бесплатно всем починили крыши. Не был в этом селе, но слышал от многих людей, то, что это происходит. Там нет низовой коррупции, так называемой, да, когда с тебя там где-то взяточку, там, подарочек просят, да, на низовом уровне. Она есть крупная, она есть, то есть есть корпорации, там, крупные компании, которые принадлежат знакомым друзьям Саакашвили, сейчас они постепенно отходят к новому клану, который приходит к власти, да, но то, что касается низовой коррупции, она полностью истреблена. Я бы это не утверждал, если бы не слышал это от одного, от второго, от третьего. От обычного человека, да? Если ты попадаешь на штраф, то ты его просто платишь. Другого варианта нет полицейскому в карман, ты не сунешь, потому что ему дорога его работа, страховка и пенсия. И он никогда, ну, зачем рисковать своим будущим в стране, в которой не все благополучно, экономика очень в флочерном состоянии. То есть институты власти созданы, инфраструктура создана, туристская инфраструктура, дороги, а экономики нет. Вот экономика может делать ставку только на туризм и сельское хозяйство, два основных, как бы, кита. По туризму нет российского наплыва туристов, да, Россия не едет, ездит Европа, ну, и с других стран, да, откуда все-таки сложнее добираться. Россия, к сожалению, нет взаимоотношений хороших, нет и потока большого туристов. Да и Грузия утратила часть своих курортов, которые были в Абхазии, да, потому что Абхазия это отдельное государство сейчас, и тоже в этом плане проиграла. Вот, а сельское хозяйство очень разрозненное, у них нет больших крупных коллективных хозяйств, нет такого уже не осталось, как факта, да. Каждый выращивает сам по себе, что-то пытается реализовать на рыночке, куда-то сдать. Ну, такой мелкий фермер, да? Да. Ну, и виноделие. Это натуральное хозяйство, оно, конечно, не способствует там бурному развитию экономики. Хорошо, давай будем возвращаться на грешную вятскую землю. Напомню, что это особое мнение. В гостях главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Давай поговорим про создание промышленного парка в Вятских Полянах. Ты там тоже был. На днях было объявлено о том, что на строительство, на создание этого парка будет потрачено 2 миллиарда 100 миллионов рублей. На сегодняшний день там ведутся работы по созданию инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Картинки, в общем, какой-то не рисуются более-менее четкой. Вроде бы что-то понятно, что это делается, но ты видел, ты там был, да? 2 миллиарда 100 миллионов рублей на создание парка – это не то. Это неправильно. Это общая стоимость всех мероприятий на снятие накала в Вятских Полянах. На создание самого парка, могу ошибаться, выделено 506 миллионов рублей на строительство парка. Это та цифра, которая еще несколько лет назад была озвучена. Да, они лежат на депозите. Проценты от этого депозита используются корпорацией развития, на зарплаты и так далее. И то, как это сейчас делается, это, конечно, ужас тихий. Но это не проблема нынешнего руководства корпорации развития. Потому что Иван Иосифович Гайдук, он был назначен совсем недавно. Я бы сказал, что это большие промахи тех, кто ему предшествовал. Но и не только. То есть там было много-много объективных причин, которые, если перечислять, не хватит просто времени в эфире. Начиная с того, что изначально промпарк планировался на базе площадей завода «Молот», а потом рост технологии, которым принадлежит «Молот», не захотели туда пускать какое-то стороннее производство. И в результате пришлось искать чистое поле, в котором все с нуля застраивать. Ну, то есть с этого началось, потом было еще много причин и с подрядчиками, и с подрядчиками. Сейчас, например, судится корпорация развития с Кировстрой проектом из-за того, что проектная документация была не очень точна, дорога смещена, какие-то коммуникации отмечены неверно, территория и так далее. И это все надо переделывать. А сроки поставлены очень четко и жестко губернатором до конца года. И это тоже не случайно. Если до конца года там не появится, а осталось три месяца, два с половиной, если там не появится шесть корпусов с подведенной инфраструктурой под будущих резидентов, то мы с большей дуэлью вероятности лишимся федеральных средств на следующий промпарк «Слободино», на промпарк «Игроград» и на прочие федеральные программы. Мы знаем, что следующий год очень скудный в этом плане, в плане бюджетного финансирования и областного, и федерального тоже идет сокращение. И если мы не укладываемся в сроки, нас просто снимут эти средства и все. И ответственность-то очень большая в этом плане. Не только то, что нужно промпарк построить, а то, что мы замораживаем там возможности для следующего. И Иван Иосифович сказал, что мы, как бы то ни было, должны уложиться в сроки и большую, значительную часть работ выполнить в этом году. Те, кто занимался строительством, говорят, что это невозможно. Но в нашей стране возможно все, поэтому давайте не будем загадывать, лучше посмотрим. Возможно все. То, что есть на сегодняшний день, это... Чаще всего в негативном каком-то плане. Это забор, который вот эту территорию в несколько десятков гектаров опоясывает. Это не очень хорошего качества дороги, размытые дождем. Это сейчас компания «Страмид». Это кировская компания, которая делала, например, путепровод на Утсейме. Компания, которая некогда входила в группу компании «Глобус». Они сейчас кладут там водопровод, трубы, и варят пожарные водоемы. Причем варят электричество, еще не подведено, хотя должно быть. Дороги им толком не сделали, хотя они должны быть. И они фактически там проявляют геройство, чтобы уложиться в сроки, затрачивают дополнительно свои средства. И варят от электрогенератора. От бензинового генератора, который работает, и они варят. То, что можно сварить таким кустарным способом, они делают. А вот это геройство, как ты сказал, вот эта вся шумиха, которая на протяжении последнего времени присутствует в СМИ по поводу промпарка в Вятских Полянах. Рабочих мест всего 242 планируется создать. Насколько это будет серьезный вклад в экономику нашей области? На самом деле можно создать такие производства, в которых будет по тысяче рабочих мест, но они будут неэффективны. Современное производство предполагает большое количество автоматизации и небольшое количество обслуживающего персонала, причем квалифицированного. Это точно так же можно сказать о заводе, который строится на АвиТеке. В планах была одна цифра, потом она уменьшилась чуть не в полтора раза по количеству занятых, потому что посмотрели. Ну, зачем искусственно создавать рабочие места, когда проще установить станки, делать более точно, прецизионно и привлекать только квалифицированные кадры, а не рабочих. Да, и точно так же и здесь, я думаю, что вот даже та цифра, это ведь цифра взята тоже не с потолка, это цифра людей, которые высвобождаются постепенно с завода Молот. Он все равно так или иначе будет закрываться, там останется один только цех, который входит в концерн Калашников с Ижмашем и Ижмехом, по-моему. Да, там с двумя предприятиями в дальнейшем Тула должна присоединиться, то есть будут делать современное оружие стрелковое, но это всего лишь часть, а все остальные вынуждены будут искать работу на домостроителе, на Икеевском, да, там тоже будут создаваться места в промпарке в этом. Вопрос еще возник, будет ли он заполнен резидентами, то есть несколько резидентов выступили на той встрече в Яцких полянах, сказали, что мы там готовы, но вот то, что мы сами... Это люди из других регионов, да? Есть из других, есть Новосибирск, но изрядная доля наших, в том числе Анатолий Казминых, например, маркетинг-бюро собирается там делать что-то там с металлообработкой. И насколько их намерения подтвердятся к тому времени, когда будут сданы эти объекты, насколько они действительно... Все равно это договоры о намерениях, это не 100%, что ты придешь, уже с следующего года начнешь производить, нужно сначала создать рынок, Нам нужно закопить оборудование, и только тогда уже трудоустраивать людей. Я вот не нашел эту информацию, вообще наши чиновники, наше правительство уже делали какое-то обоснование экономической деятельности этого промпарка. Что мы от этого получим? Мы получим, безусловно, налоги, да, мы получим рабочие места. В каких объемах? Самое-то главное, ради чего это делалось, это как бы снять напряжение в Вятских полянах. Хотя очень многие люди, которые уже уволились с Молота, понятно, что они ездят в сопредельный регион, в Татарстан, в тот же. Там место выгодное, на самом деле. Там место, которое, ну, оно на транзитных путях расположено. Если еще дорогу продолжат там до Удмуртии, там будет и железная дорога, и дорога на Татарстан, и дорога на Удмуртию, дорога на Киров. То есть там производство располагается с этой точки зрения выгодное. Есть газ подведенный, да, то есть есть электроэнергия. Все есть, только вот приходи и делай. Еще этот промпарк уникален тем, что туда вкладываются федеральные средства в строительство корпусов. Как правило, промпарк это просто площадка, где есть коммуникации, и ты можешь прийти, построить свой корпус, ну, и платить арендные платежи. В данном случае тут уже корпуса есть, ну, как бы они будут, должны быть. И ты въезжаешь туда со своим оборудованием, принимаешь людей, начинаешь работать. Задача облегчается намного. Ну, вопрос остается открытым, да, все-таки. Когда мы это увидим все в реальности? Вот точка отчета, когда мы должны посмотреть, что там произошло, что там сделано, это 31 декабря. Я очень надеюсь, что с Иваном Иосифовичем мы в одной из ближайших программ разворота на бизнес подробно эту тему обсудим. Вот, и он скажет свое видение ситуации изнутри, расскажет, почему не было сделано это раньше, до его прихода, да, и как он теперь, какими там усилиями намерен добиться строительства промпарка в срок. Нам сейчас пора прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что эта программа «Особое мнение». В гостях у нас главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. В гостях Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Продолжаем. Давайте сейчас про инвестиционную привлекательность Кировской области немножко поговорим. Повод следующий. Директор агентства, бывший уже директор агентства территориального развития, Кировской области Юлия Савиных сообщила в своем в Твиттере, что она пообщалась с неким российским миллиардером без запоминания имени. Он сказал, вот дословно привожу Твиттер Савиных, он сказал, что после всех уголовных дел инвестиционный климат Кировской области умер навсегда. Вот так трагично. Ну, отчасти, ну, то есть здравое зерно здесь есть. Действительно, есть опасения людей. Видимо, Юлия как раз общается с такими людьми, которые опасаются входить в Кировскую область именно по этой причине, что здесь много людей под следствием и так далее. Но если посмотреть, и все эти уголовные дела, они так или иначе связаны с бюджетом. Если предприниматель не имеет дела с бюджетом, то, соответственно, к нему претензий поменьше. Ну, хотя налоги все должны отчислять, обязаны отчислять и уходить от уплаты налогов через разные хитрые схемы, как это было, видимо, на Нововятском лыжном комбинате тоже последует наказание. Тут дело в другом. В том, что у нас регионы очень разные, и требования к инвесторам в каждом из регионов, и вот этот вот прессинг со стороны контролирующих органов, он разный. Где-то попустительствуют и говорят, не-не-не, давайте-ка не будем прижимать. Тут человек такие деньги внес, тут он развивает у нас промышленность, экономику. Давайте-ка повременим, лучше предупредим его. А где-то рубим с плеча, и потом задаемся вопросом, а почему не идут? И, естественно, бизнес будет искать там, где более снисходительный и либеральный. По большому счету, законы должны выполнять все, налоги должны платить все. Тогда, может быть, налогообложение будет чуть полегче, и чуть поменьше будет налог, если все будут его платить. Тогда и ситуация в экономике будет другая. Если все будут платить белые зарплаты, может быть, не понадобятся такие огромные страховые взносы делать, чтобы пополнить пенсионный фонд. То есть здесь очень много «но», и связано это как раз таки с тем, что нет единого жесткого требования во всех территориях. Это действительно так. То есть где-то более либерально подходят, где-то жестко карают за любые... А может быть, нам внешние инвесторы и не нужны вовсе? Может, мы как-то вот так напряжемся и сами свою область поднимем? Да, я боюсь другого. Ведь инвестиции, во-первых, могут быть внешние, которые, как правило, много пользы, наверное, не приносили. То есть внешний инвестор требует все равно отдачи от своих денег, и, как правило, там что-то забрать, больше забрать, чем внести. Это нормально для капиталиста. Есть инвестиции внутренние, когда предприятия обновляют свое производство, когда создают новые рабочие места, когда устанавливают новые оборудования, и они гораздо надежнее, потому что куда ему деться? У него тут промо-площадка, у него тут промышленная база. Если он доходы, вместо того, чтобы распылять их, вкладывать в какие-то банки, выводить из области, если он вкладывает их здесь, то это для области гораздо большее благо. Но и в этом случае тоже он должен быть уверен, что его не прижмут. Не посадят, не отправят на норы. И не будет необходимости выводить бизнес, юридически выводить бизнес в какой-то другой регион. Таких случаев было и немало, когда бизнес фактически находится здесь, а налоги платятся в соседнем регионе. Вот как раз-таки по теме еще инвестиций появился некий документ. Никита Белых подписал указ о принятии инвестиционной декларации Кировской области. Она должна создать условия для привлечения инвестиций в экономику Кировской области. Не совсем понятна суть этого движения. Для чего нужен этот документ? Ну, я пока не изучал его, поэтому, может быть, ограничусь там парой слов. А сайт бизнес-новостей уже опубликовал эту информацию? Нет, сама по себе информация есть. Я просто не читал внимательно саму декларацию, что там нового декларируется. В принципе, вещь правильная, когда, если это не декларируется, если это исполняется, когда ко всем налогоплательщикам логоплательщикам единое требование, когда к любому бизнесу подход ласковый. Мечты. Да. Когда прежде, чем рубануть, нужно сначала посмотреть, насколько у тебя бизнес социальный, социально ответственный. Всегда лучше договариваться, чем сажать. Это безусловно, и это правда. То есть всегда лучше предупредить предпринимателя, что давай-ка еще полгодика, и мы приходим к тебе с проверкой, если у тебя серые зарплаты, извини. Но за полгода ты должен ситуацию выправить. Остается немного времени. До конца передачи особое мнение. В гостях Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Немного о политике хотелось бы поговорить. Резонансная публикация в конце прошлой недели появилась в «Известиях». Было написано там о том, что в ближайшее время своих губернаторских должностей досрочно могут лишиться восемь глав регионов. Причем там делался акцент, что это главы, которые назначены еще Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В том числе там Никита Белых фигурирует. В данном случае то, что они назначены Медведевым, у нас большинство глав регионов были назначены Медведевым, потому что Владимир Владимирович Путин всего еще год-полтора года президента в этот срок. И неудивительно, что они назначены Медведем или переназначены, как Амантулеев, предположим. Другое дело, что такая информация, она появляется частенько. Время от времени вбрасывается, что вот такие это губернаторы. Нужно понимать, что «Известия» все-таки имеют хорошие источники информации в администрации президента, но то, что «Интерфакс», который не менее близок к федеральным структурам Кремлю, он опроверг эту информацию в тот же день, в пятницу, и сказал, что это все ерунда. Дыма без огня, как известно, не бывает. То есть в любом случае, раз эти главы регионов были упомянуты, значит, здесь есть какой-то накал. Причем накал может быть такой. В Кремлевской администрации тоже неоднородная структура. Там есть какие-то сферы влияния. У одного из потенциальных кандидатов губернатора, ну, скажем, какие там области были? Мурманская область. Мурманская, Геймеровская. Есть хорошие знакомые, и они действуют через них. У другого, там, хорошие знакомые с другого конца, он действует через них. И вот эти вот сливы, они делаются для того, чтобы губернатора как-то, морально на него воздействовать. Морально воздействовать, чтобы он сдавал позиции. Там упрек в упрек ставится по всем регионам низкое качество управления территориями и наличие протестных настроений. Но вот почему-то наличие протестных настроений, скажем, в Самарской области, в городе Пугачеве, оно здесь не упомянуто. Хотя, ну, в случае, выходящий в Берелево. Но там уже избранный, законно избранный губернатор. Поэтому отношусь скептически. Если подтвердится, ну, значит, респект известиям за то, что это подтвердилось. Здесь я хотел бы вот сакцентировать на том, что там Никита Юрьевича уже отправляет в отставку который раз. Мне кажется, ну, так, после разговора, опять же, с людьми, со многими с разных позиций и с людьми, которые даже к нему в оппозиции часто спорят с ним, они говорят, что все равно на сегодняшний день там не видят равновесной фигуры ему, если это не будет фигура там засланная откуда-то, да, снова. То есть у нас есть прекрасные там кандидаты в губернатор Сергей Павлиныч Маманев, может быть, Олег Дорьянович, Ванничук. Нет, прекрасные местные, да, но вот никто не оценивает их именно как кандидатов в губернаторы, да, как потенциальных губернаторов. Мало кто считает, что они смогут избираться. Да, кстати, по поводу Сергея Павлиныча Мамаева. 10 октября же состоялся съезд КПРФ, да, в нашем городе. Он официально выдвинул Мамаева на пост губернатора, на губернаторские, точнее, выборы. Это можно считать первый у нас официально заявленный кандидат, который будет участвовать. Ну, на самом деле, что значит заявленный? То есть еще заявки не принимаются? Ну, так, официально озвученный. От партии, да. Сам действующий губернатор Никита Белых тоже неоднократно уже говорил о том, что он чувствует в себе силы и будет дальше, если будет, как бы, такая возможность попробовать себя в губернаторской гонке. Тут ведь все зависит еще от того, вот сейчас истекает срок его полномочий, следующие выборы в сентябре, и во многом зависит от того, кто будет временно исполняющим руководство, главы региона. И это уже определяет Кремль, потому что Никита Юрьевич был не избранным губернатором, был назначенным губернатором, да, и сейчас на карту ставится очень многое. Почему и появилась эта статья в «Известиях»? Для того, чтобы повлиять на умы, может быть, и в администрации президента тоже, да, и определиться, сказать, что нет, мы, там протестное настроение очень сильное, ну, видите, все улицы запружены подростующими, там очень низкое качество управления территориями, город, да, посмотрите, во что превратился, вот, и поэтому давайте-ка мы в Рио назначим другого человека. На самом деле это просто попытка, там, влиять. Я расцениваю это именно так, поэтому не отнесся к этой новости серьезно, но бывает, что какие-то вещи, они потом забываются, и посмотрим. Посмотрим. Еще один короткий вопрос, вот, недавний, да, недавний арест главы Фаленского района Владимира Лыского за получение взятки в 100 тысяч рублей, так называемый откат. Я знаю, что у тебя есть некие подозрения по этому поводу, есть тут некая политика замешана, да? Вот, я люблю смотреть на вещи не так вот вблизи, да, а немножко отстраненно посмотреть со стороны, почему это происходит. Ведь, по идее, 100 тысяч рублей взятка, ну, что это такое, да, это вот две его зарплаты, наверное. Ради этого рисковать так? Вот, ну, суть не в этом. А суть в том, что приближаются выборы губернатора. Все мы знаем об этом, И по новому закону о выборах губернатора есть некий муниципальный фильтр. Это когда губернатор, кандидат в губернаторы должен согласовать свою кандидатуру с, могу ошибаться, там, количеством муниципальных депутатов. Есть районы, в которых влияние одного кандидата сильнее, есть районы, в которых влияние другого кандидата сильнее. Вот, как раз Валеновские и Зуевские районы, они относятся к сфере влияния одного из потенциальных кандидатов. Я, это мои домыслы, но я думаю, что это не последнюю роль сыграло в том, что главы именно этих районов сейчас под следствием. Это, вот, воспринимайте, как хотите. Ну что, посмотрим, может быть, разовьем эту тему в наших будущих разговорах. Спасибо. Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости», был героем «Особого мнения». Далее у нас новости. Я, Владимир Васильевич, Сметанин прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM